Под капюшоном Амичка старается спрятаться не только от объективов телекамер, но и скрыть от проверяющей комиссии городских чиновников отсутствие защитной маски. Контроль за соблюдением обязательных мер безопасности во время пандемии коронавируса проходит в одном из крупных городских торговых центров. Чтобы составить протокол административной ответственности, посетительницу торговой площадки приходится буквально уговаривать. Впрочем, когда штраф уже неизбежен, женщина старается объясниться. Нарушить масочный режим буквально вынудили. Январские морозы. Скажите, пожалуйста, а почему все-таки без маски? У меня мокрая, я ее в сумку положила. Мокрая из-за того, что на улице? На улице холодно. Вон она. Впрочем, аргумент в виде смятой и мокрой маски, которую Амичке все-таки удается отыскать в сумке, против правил бессилен. Факт нарушения на лицо, а вернее на лице, без маски. Протокол составлен. Размер штрафа определит суд. В настоящее время административная ответственность за нарушение масочного режима предусмотрена статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Нарушение влечет на вложение штрафа на граждан от 1 тысячи рублей до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Впрочем, похоже, что крупный штраф, который предусмотрен для юридических лиц, предпринимателей не особо пугает. В ходе рейда специалисты выявляют сразу несколько нарушителей масочного режима среди продавцов. Можно вас тут снизить? Почему вы на рабочем месте без маски находитесь? А? Нет, ну понятно, мы просто как бы все же люди взрослые и друг друга обманывать не будем. Пришли, увидели, что вы сидите на рабочем месте без маски. По словам специалистов Департамента безопасности, поставленная прививка от COVID-19 или совсем юный возраст посетителей общественного места не являются поводом, чтобы снять маску. Хотя исключение все-таки есть. Не использовать средства индивидуальной защиты могут только те, кто имеет заболевания органов дыхания. Продавцу специалисты, контролирующие комиссии, объясняют правила и просят в присутствии покупателей все-таки соблюдать меры безопасности. Общие сложности в ходе проверки ревизорам из городминистрации удалось обнаружить в почти безлюдном торговом центре около 10 нарушителей. С начала пандемии за несоблюдение масочного режима мечи уже заплатили более 12, а предприниматели более 5,5 миллионов рублей.